Русские новости 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 либо кремлевской группировке, которая уже совершенно бесстыдно нарушает законодательство о свободе слова и средств массовой информации. Наши акции обычно не укладываются в концепцию лояльности воровской власти, поэтому нас не показывают ни центральное телевидение, ни какие-то местные, ни интернет-каналы. Все они находятся под контролем, к сожалению, даже те, которые по виду кажутся независимыми. В пикете приняли участие активисты партии Великой России и некоторых других оппозиционных организаций. Из-под кремлевской шпаны пришли три активиста так называемого НООД национально-освободительного движения. Евгения Федорова, этого выкормыша либеральной демократии 90-х годов, который просидел в Государственной Думе много созывов, и теперь вдруг почувствовал себя патриотом и стал говорить то же самое, что и патриоты, но постоянно прибавляя. Единственный, кто может нас спасти, это Путин. Мы говорим, что единственное, от чего мы должны спасаться, это от Путина и всей его группировки, которые являются врагами России. Прямыми, совершенно откровенными. И это доказано уже многими-многими событиями в нашей современной истории. Поэтому мы будем повторять то, что мы повторяли и ранее, и в 90-е годы, и в 2000-е. И никогда не будем верить вот этим выкормышам власти, которым вдруг поручено стать патриотами. Так вот, эти три активиста НОДа устроили позорный спектакль, импровизированное унижение символов американской государственности. Хотя американская государственность также не является суверенной, как и российская. Просто там применяются другие механизмы. У нас более жесткое отношение мировой закулисы к русскому народу. Там американский народ делает послушным инструментом того диктата, который распространяется на весь мир. И вот это оскорбительные действия выразились в спектакле, в таком очень низкого уровня, когда какая-то там девица или дама среднего возраста переоделась в хламиду, напоминающую чем-то древнегреческую или еще какую-то непонятную. Наделал на себя какую-то конструкцию и взял в руки подобие какого-то макета факела и представлял собой статую свободы. Статуя свободы вообще-то это символ общеевропейский, а не только американский. Чаще ассоциируется с Америкой, но при чем здесь вообще символ свободы? И американская агрессия, которая уже является далеко не американской, а интернациональной агрессией, которая осуществляется по всему миру мировой закулисной группировкой, которая просто использует американские вооруженные силы, американскую дипломатию, но на самом деле действует вовсе не в интересах американского народа, не в интересах европейских свобод, не в интересах каких-то тезисов идеологических, которые были сформулированы еще сами основателями американской государственности. В правящем классе, который сегодня заправляют в стране, и мы прекрасно знаем, последняя покупка Центробанком государственных облигаций Соединенных Штатов, это измена интересам нашей страны. Правление, которое происходит в Москве, когда дают возможность проходилцам и изменникам ходить по любой улице огромными маршами, а патриотам не дают провести даже отдельные пикеты, загоняют куда-то на задворки столицы. Это проявление изменников, проявление таких людей, которые с 90-х годов все еще продолжают занимать свои должности, люди вроде ошибаются. Но теперь Собянин. Это измена интересам нашего государства и поддержка лоббистов, которые действуют в интересах закулистных сил, опирающихся на военную мощь Соединенных Штатов. Поэтому наша главная задача патриотических сил, национально-патриотических сил, русского национализма, русского народа, уничтожения правления олигархии в России, потому что олигархия – это и есть главные лоббисты американских и прочих закулистных интересов. Мы предполагаем, что надо отделять американский народ от американского правительства, полностью подчиненного вот этой мировой закулисе, и не оскорблять американский народ. Вот эти глупцы и негодяи из НОДА сочли возможным организовать спектакль, в котором подобие «Статуи Свободы» бросало, так можно сказать, бросало в среднем лице подобие, потому что непонятно, что это за существо было, изображало это подобие. Оно бросало какие-то бутылки в группу игрушек, которые там выложили на асфальте, и вот эти бутылки рассыпались, и из них вываливалась куча конфетти. Это все должно было олицетворять какую-то бомбардировку, чего-то непонятно. В общем, глупость несусветная. Потом кто-то взял за шиворот эту комическую «Статую Свободы» и тоже приложил это существо на асфальт. Вот и весь спектакль выглядел совершенно мерзко. Но мы постарались сделать так, чтобы партия «Великая Россия» никак не ассоциировалась с вот этим спектаклем, с нодом, с поддержкой коммунистов. Соответствующим образом было построено мое выступление, хотя и очень короткое, но вполне ясно давшее понять, что мы против олигархии, а не против американской государственности и американского народа. Мы против агрессии и порабощения всего мира, американской военщины, но мы не против достойных американских граждан. И мы отошли в сторону, когда вот этот безобразный спектакль организовали кремлевские наймиты. Постарались никак не ассоциироваться с ними. И когда они попытались нам всучить какие-то свои плакатики, мы их послали на другую сторону этого пикета, подальше от себя и подальше вообще от приличных людей. Я полагаю, что всем общественным активистам так и надо делать со всеми прокремлевскими силами, отправлять куда подальше. Желательно вообще выпихивать со своих мероприятий и не приглашать их. Таких людей не должно быть. Необходимо отметить, что подавляющее большинство присутствующих на пикете были полностью солидарны с нашей позицией неприятия олигархической власти в Кремле. Я думаю, что мы еще с ними, с этими активистами общественными, встретимся на своих мероприятиях и будем их приглашать на них. Выборы превращены в постыдный спектакль везде. Вы знаете, что 13 сентября у нас единый день выборов и будут выбирать местные органы власти, местные региональные парламенты и губернаторов. Особенно постыдными являются именно губернаторские выборы, в которых действует так называемый муниципальный фильтр, обеспечивающий надежную гарантию от участия в избирательной гонке любых неподконтрольных воровской власти кандидатов. Мы уже не раз освещали ситуацию в Кузбассе, теперь мы огласим обращение к кандидатам в губернаторы Кемеровской области, опубликованное русским активистом Юрием Бубенцовым, который до такой степени вывел из себя группировку Амана Тулеева, что она наняла сетевых барзаписцев с целью распространения клеветы на Бубенцова и партию Великой России, к которой он принадлежит. Вот обращение Юрия Бубенцова, коренного жителя Кузбасса, к кандидатам в губернаторы. Поздравляю вас, вы стали кандидатами в губернаторы Кемеровской области, региона, в недалеком прошлом флагмана тяжелой индустрии, а ныне одного из самых социально-депрессивных сырьевых придатков зарубежных экономик. Чтобы стать кандидатами, вы прошли изнурительный марафон встреч с избирателями, вы подвергались преследованию преступного режима, всей своей жизненной позиции, бескомпромиссной борьбой за чаяние жителей Кузбасса, вы доказали, что имеете моральное право занять кресло губернатора. Вы так считаете и позиционируете себя, как достойных представителей народа. Но жители Кузбасса считают иначе. Они стали мудрее, особенно за время бездарного руководства областью в Рио губернатора Тулеева Аман Гумировича. В недалеком прошлом талантливого большевика, члена обкома КПСС, а ныне не менее талантливого либерала-рыночника. Судите сами. Бюджет области целиком и полностью зависит от добычи невосполнимых природных ресурсов. Богатства, которые даны нам Богом, сохранены нашими предками и должны служить нашим потомкам, расхищаются и продаются олигархами и прочими международными проходимцами. Для них усилиями губернатора и его администрации создан режим наибольшего экономического благоприятствования. Здесь все в доле, кроме бюджета области, а значит кузбассов. Например, разрез Киезасский, города Мыски, к которому неравнодушен его куратор-замгубернатора Гаммер Шмидт, самовольно захватил в городе земли, добыл угля в прошлом году на полтора миллиарда рублей, заплатив налоги в бюджет 700 тысяч рублей. Сравните, полтора миллиарда и 700 тысяч. По 58 тысяч рублей в месяц. Ну, это зарплата мелкого менеджера. Торговые палатки платят больше. Кстати, разрез зарегистрирован на Кипре. Все на продажу, а деньги за бугор. Актуальный девиз угольной банды, обслуживающей ее преступной власти. Уверяю вас, если бы олигархи платили десятую часть от того, что положено платить в бюджет области, у нас не было бы никаких нищих, никакой нищеты. Как будто полчища крыс прошли по области, оставляя после себя безжизненное пространство. Тем не менее, наращивая добычу угля, разрушая экологию, наша область банкрот. Без сарказма и скепсиса я восхищен талантом руководителя Аман Гумировича. Чтобы загнать столь богатую область в банкроты, нужен действительно талант. Добавлю от себя, видимо, это криминальный талант. Кроме талантливого губернатора, восхищаться и гордиться в области нечем. Почти половина работоспособного населения Кузбасса безработные. Половина населения фактически живут в нищете. Смертность и заболеваемость от ужасной экологии самая высокая в стране. Кто может, уезжает в основном квалифицированные специалисты. На их место приезжают мигранты, черновая рабсила, не имеющая квалификации. Чуждая нам по менталитету. Так называемые инвестиции идут в спекулятивную часть экономики, в добывающий сектор, где можно быстро отбить бабло. Разрушены почти все промышленные предприятия. Новые не создаются. Оставшиеся дышат наладом. Им требуется капвложения, которых нет год за годом. Последний пример, как я считаю, злостное банкротство НВЗ, вагоностроительного завода, рентабельного предприятия, имеющего заказы и рынки сбыта. Почти 700 работников выкинуты за ворота, им не выплатили зарплату, оставили без средств существования. Где вы, кандидаты в губернаторы? Почему не идете к людям? Почему не поможете им? Не обманывайте общественность, что вы, якобы выбранные жителями, претенденты на пост губернатора. Вы мобилизованы преступной властью в качестве статистов на спектакле под названием «Узурпация власти» или седьмой том обещаний Амана Тулеева. Вас тщательно подбирали и отбирали. Ваши так называемые политические предпочтения соответствуют политическому спектру кремлевской власти, от законченного либерала до отъявленного негодяя. Впрочем, среди вас есть ректор учебного заведения. Как говорится, сеял разумное, доброе, вечное. Сеял да посеял. По его распоряжению в университете была закрыта кафедра шорского языка, единственная в области. Это всего лишь одно звено в цепи злодеяний угольной хунты и участие преступной власти в геноциде шорского народа. Родовой поселок Шорцев-Казас угольная банда сожгла дотла. Я лично там был, видел. Действительно это так. Поселка больше нет. Людей запугивали и выгоняли со своей земли. Жители писали жалобы во все инстанции с просьбой спасти их от произвола угольных олигархов и покрывающих их властей. Обращались лично к Амангельду Гумировичу, получили издевательский ответ, цитату из большой советской энциклопедии времен Сталина, во времена которого любили говорить «нет людей, нет проблем». Я бы добавил «нет языка, нет народа». Именно к этому и стремятся члены вот этой угольной хунты, чтобы стереть с лица земли малый народ шорцев и на месте их проживания, на месте проживания этого народа создать новые разрезы и новые источники собственной прибыли. Снова не положив в государственный бюджет, в местный бюджет достаточных денег, чтобы воспроизвести затем природные условия существования людей и чем-то поддержать социальные программы. Да, господа кандидаты, данные деяния квалифицируются международным правом как геноцид, преступлению которого нет срока давности. Только международные гуманитарные организации, в том числе ООН, прониклись в трагедии шорского народа. И за это шорских активистов местные власти внесли в списки предателей. Вся вина и беда шорцев в том, что они живут на богатой полезной ископаемой земле, так же, как и русские. Суд по геноциду русского и шорского народа не минуем, в этом я не сомневаюсь, так пишет Юрий Бубенцов. Вопрос к вам, господа кандидаты, есть ли у вас в этом сомнения? Сегодня антинародный русофобский режим подвергает русских патриотов суровым репрессиям. Меня, пишет Юрий Бубенцов, власть поразила в гражданских правах, лишила возможности защищать свои чести и достоинства и наказывать клеветников за публикации, продиктованные чиновниками. Тем не менее, я продолжаю говорить правду и не собираюсь отступать. Сегодня ясно одно – народ на выборы не пойдет. Следовательно, будут подтасовки, фальсификации. Чтобы создать видимость выборов и набрать 90% народной любви, а также ублажить обманом свои болезненные амбиции, Тулеев втянул вас в крысиные бега под названием выборы. Дав свое согласие на участие в выборах, вы, кандидаты в губернаторы, осознаете, что место у кормушки все равно достанется пасюку, самцу, вожаку стаи. И имя его вам известно. Тем не менее, должен напомнить вам, что согласившись на крысиные бега, вы становитесь соучастниками уголовно наказуемых деяний, а именно, захвата и узурпации власти. Так что подумайте еще раз, стоит ли. Ведь придет время отвечать за все это. А пока что на старт, господа кандидаты в губернаторы. И помните, что финиш вовсе не там, где его начертало ваше начальство. Финиш там, где народ и история подведут черту под вашей судьбой. Стоит прислушаться всем кандидатам в губернаторы. Всем этим фальшивым кандидатам, которые по всей нашей стране выдвинуты для того, чтобы Кремль вновь утвердил свои кандидатуры в любой, в каждой области, в каждой республике. И чтобы продолжалось издевательство над нашим народом, над нашими народами, разными народами. Но все-таки, прежде всего, над русским большинством. Поэтому обращение прежде всего к русским, уже от русских новостей. Не ходите на эти выборы. Эти выборы не ваши, это выборы оккупационной власти. Разве вы хотите быть врагами своего собственного народа и избирать негодеев, которые над этим народом издеваются? Не ходите на выборы и всюду и везде говорите, это выборы фальшивые, чужие, не наши. И власть, соответственно, которая формируется на этих выборах фальшивым, изменническим, разбойничьим путем, не наша, не русская, не российская. Это власть оккупационная. И те, кто занимает государственные посты сегодня, это вовсе не национальная власть, это гауляйтеры оккупационного режима. Так к ним и надо относиться, как к распоследним негодяям. Донбасс, оставьте все надежды. Олигархия осталась у власти. На прошлой неделе после перерыва было принято решение возобновить поставки электроэнергии на Украину. Для начала в размере 800 мегаватт в сутки. Так российская олигархия поддержала киевскую. То же самое происходит в Новороссии. Предприятия Донбасса, находящиеся под контролем ДНР, заплатили в государственный бюджет Украины больше налогов, чем бизнес, находящийся на территории региона, контролируемый вооруженными силами Украины. Об этом 4 августа в интервью заявил экс-мэр Донецк, покинувший пост летом 2014 года. Возникает вопрос, кто в таком случае воюет в центре России, а Новороссия это центр исторической России. Если олигархи живут душа в душу, подмяв под себя государство, то ради чего ведется война? Может быть для того, чтобы мы были покорны олигархии по обе стороны фронта? Лукьянченко раскритиковал политику Киева в отношении Донбасса, особенно в свете информации об уплаченных налогах. Людям, которые поставляют деньги в бюджет, организовали блокаду и ничего не дают. У них там продукты питания в два раза дороже, людей держат в состоянии голода, отсутствуют медикаменты. Они будут нормально относиться к государству или нет? Люди стали заложниками ситуации и все считают, что они сепаратисты, отметил Лукьянченко. Но позвольте, а какие могут быть хозяйственные отношения между воюющими сторонами? Или прибыли важнее суверенитета? Но заметим, суверенитет это то, что принадлежит всей нации, а прибыли это то, что принадлежит олигархической группировке. Пока именно так. Поэтому война это абсолютно чужая. Или война это только для обычных граждан, которых превращают в пушечное мясо, а доходы олигархов во время войны не должны быть затронуты разрывом хозяйственных связей. А если бы там продукты были дешевле, тогда там и родина. Вот еще одно высказывание. Русская цивилизация обладает рядом характеристик, которые не присущи другим цивилизациям. В ней духовно-нравственные мотивы жизни занимают приоритетные позиции по отношению к материальным формам жизни. А православие это духовно-нравственное ядро русской цивилизации. Народ Донбасса всегда был, есть и будет частью русской цивилизации. Так считает председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин. А как все это выразилось в Новороссии? Разве там есть хоть какие-то признаки, что считается русской цивилизацией? Нет, господин Пургин является частью местной олигархии, которая полностью воспроизвела все мерзости олигархии российской, оставив незатронутыми также и прежние мерзости олигархии украинской. Разве там строится русская национальная государственность? Разве там православная этика является основой деятельности правящих кругов? Нет и еще раз нет. Поэтому все разговоры, которые также часто случаются теперь и на российском телевидении, которые исходят от высших должностных лиц, от высших иерархов, являются просто ложью, просто ложью, фарисейской ложью. Потому что ничего православного в деятельности этих государственных лиц и этих церковных иерархов просто не существует. Они просто призывают нас к покорности, к смирению перед злом. Не к смиренному существованию перед волей Божьей, а к смирению перед злом. Но мы, русские люди, перед злом смиряться не привыкли, как и наши предки. Поэтому ваша власть, власть фарисеев и воров, закончится. И закончится очень скоро. И каждому, кто сотрудничал с этой властью, придется ответить за соучастие в преступлениях. Кто делает пиар врагам России? Какая-то Маша Гайдар. Можно было просто не заметить. Нет, халуи олигархи этого не заметить не могут. И превращают ничтожество в крупную политическую фигуру, обсуждая ее на всех Канадах. Сенатор от Брянской области Михаил Марченко предложил Следственному комитету проверить высказывание Марии Гайдар, которая заняла пост советника губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Он указал, что Маша, Маша, так теперь ее вот называют, стала гражданской Украины после того, как сделал ряд громких заявлений о том, что Крым аннексирован Россией, а общий враг с Украиной у нее авторитарный режим, который убивает людей, как в России, так и на Украине. И что с того? У нас 90% населения страны допускает подобные высказывания. У нас не просто авторитарный режим, а самая настоящая тирания. Ровно такая же, как и на Украине. У нас правят подонки, вроде того же Саакашвили. Таких порочных типов полно в Российской Федерации и на Украине на всех этажах власти. Из них строится вся вертикаль. Что же так возбудило сенатора Марченко? Может быть, потому что он получил соответствующее задание в Кремле? Или он пытался угадать настроение начальства? Других мыслей насчет его высказываний как-то не приходит. Все поставил на свои места зампредкомитета Госдумы по международным делам Александр Романович, сказавший «Мне было бы стыдно, если бы мои дети так поступили. Думаю, Гайдар, у которого служил России». Это Гайдар служил России. Этот выродок, вызывающий отвращение у всех, кто его хотя бы мельком видел, это он служил России. Так, господин Романович? Видимо, думец Романович тоже считает, что служит России, как завещал Гайдар. Егорушка Гайдар, как его с омерзением называли в народе. И в этом он совершенно прав. Не только он, но и вся вертикаль, включая самозванцев с депутатскими мандатами. Все они служат именно так, как Егор Гайдар, с ненавистью к России и русским. И служат не России и русским, а их врагам. Для них Гайдар – пример и образец. Им лишь неприятно, что Маша открыто делает то, что они делают тайно. Но кто такая Маша? Маша для нас, для русских, для России – просто никто. Видимо, надо сделать так, чтобы никем из всех стали вот эти привластные придурки, которые устроили недостойную пиар-компанию для Маши, отправившейся к Мише, который отличается не только русофобией, но и психическим заболеванием, которое требует от него в период обострения жевать свой собственный галстук. Ну вот, господа из Думы, вы тоже жуете свои галстуки. Правда, не попадаете в этот момент на экраны телевизоров, но вы ровно такие же, как Саакашвили, и дети ваши такие же, как эта Маша, к которой вы предъявляете претензии. В Есентуках нуворишем, воришем, нуворишем дали отворот-поворот. В русских новостях мы рассказывали о ситуации, когда местные диаспоры пытались захватить центр города, парковую зону для строительства своих торгово-развлекательных центров. Местные казачьи активисты, надо напомнить, что Есентуки – это русский город с момента его основания и по сегодняшний день. Удалось убедить прокуратуру, что администрация города пошла против утвержденного генплана города. Прокуратура сдачу в аренду парковой зоны опротестовала. Будем надеяться, что администрация и диаспоры не найдут обходных путей для реализации своих планов по дерусификации русского города Есентуки. Позор, что мы терпим над собой власть подонков. 12 августа 2000 года затонула подводная лодка «Курск». Подводный атомный крейсер погиб во время учений в Баренцевом море. Катастрофа подводной лодки унесла жизни 118 членов экипажа и потрясла эта трагедия и всю Россию, и весь мир. Полтора года шло следствие, результат которого выглядит очень коротко. Подлодка утонула, потому что произошел взрыв торпеды 6576А внутреннего торпедного аппарата номер 4 и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке подводного крейсера. Оставшихся в живых после взрыва 23 моряка не спасли. Ждали 10 дней, как будто убирали свидетелей. А президент Путин, находившийся в Сочи, так и не вылетел с Североморск. Он тоже заметал следы, обсуждая вопросы мира и войны со своими американскими друзьями. Мы помним, что в тот момент просочилась информация, которая потом была убрана куда-то, о том, что видели буйок от пострадавшей, от взаимного торпедирования иностранной подлодки, видимо, британской. Тогда же и были разные разговоры о том, что мы находимся на грани ядерной войны, потому что атакована наша подводная лодка. Но потом все это быстро заставили забыть, в том числе и родственников жертв, прежде всего, этих 23 моряков, которые погибли в результате преступных деяний как руководства Северного флота, так и страны в целом. Они прятали конфликт, который требовал приведения в боевую готовность всех вооруженных сил Российской Федерации, прежде всего, военно-морского флота и Северного флота в частности. Требовалась мгновенная реакция. В это время высший генералитет, адмиралитет, пьянствовал на борту одного из флагманов Северного флота. Как это можно понять, как это можно допустить? Только в случае, если мы находимся действительно под оккупацией. И тот, кто называл тогда себя президентом и сейчас продолжает называть, это соучастник оккупационного режима. И ответить он должен именно как главарь, как главный гауляйтер, назначенный править в Российской Федерации. Кавказский бандитизм. На днях в Москве вооруженная банда кавказцев численностью до 40 человек ворвалась в кафе, взломав двери. Директору заведения была прострелена на нога, случайный посетитель был избит до полусмерти. Часть бандитов была арестована, часть оружия конфискована. Но нет никакой гарантии, что всю эту мразь московские полицаи и московские судьи не выпустят на волю в самое ближайшее время. Ибо бандиты с Кавказа в России пользуются особым статусом, особым покровительством Кремля. Кадры бесчинств кавказских бандитов были также продемонстрированы на центральных телеканалах. В Челябинске двое подготовленных бойцов без всяких мотивов напали на болельщиков, которые находились в одном из кафе, нанеся им тяжелейшие травмы. Нападение произошло с особой подлостью, коварный нокаутирующий удар от лица, который не участвовал в словесном конфликте, добивание бездвижного тела головой об асфальт. Эти ублюдки тоже, по всей видимости, уйдут от ответственности и даже будут прославлены как герои в своей этнокриминальной среде. Сложная ситуация складывается в поселке Дружелюбный Краснодарского края, где 25 июля банда головорезов, кавказских головорезов, снова подчеркнем, инородцев, ворвалась в квартиру семьи Шаровых. Молодому русскому парню Владиславу Шарову был нанесен удар биты по голове и далее обухом топора разбита голова. Нанесены множественные рваные раны головы, две из которых были зашиты врачами. Ушибленная рана правой теменной области, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника, множественные поверхностные ссадины кожного покрова головы, лица, туловище, конечности, закрытый перелом локтевого конечного отростка, левой локтевой кости со смещением обломков, закрытый перелом пясной кости правой кисти и другие травмы. Его матери Ларисе Шаровой ножом пробили легкое. Его отцу Владимиру Шарову нанесены ножевые ранения в области ребер, ягодицы, спины, в области селезенки, разбита битами голова, разрублена топором от кисти до локтя лучевая кость. От нанесенных травм потерпевший впал в кому на несколько дней. Его брату Антону Шарову ударом по голове разрублен хрящ черепа, разрублена рука в области кисти левой руки, разрублена сухожилие левой руки, нанесены битами множественные удары, острыми предметами, многочисленные порезы. И все это не вызвало мгновенной реакции правоохранителей. Вот что самое ужасное. Не последовал арест всех нападавших, хотя личность главря банды потерпевшим была известна и об этом было сообщено полицейским чинам. Вместо оперативных действий местные правоохранители начали затяжные оперативно-розыскные мероприятия, а прокурор не подумал возбудить уголовное дело прямо сразу по факту. И теперь потерпевшие должны лично обращаться к прокурору, который просто не выполняет свои обязанности. Сейчас семье требуется моральная, юридическая и материальная поддержка. В социальной сети ВКонтакте есть группа «Сход по факту нападения на семью Шаровых». Ее легко найти. Просьба писать туда и там выяснять все подробности дела и координаты потерпевших. «Сход граждан» состоялся по этому поводу 29 июля и вылился в нелицеприятный диалог с полицией. Но, как еще раз подчеркну, ни полиция, ни прокуратура не проявили должной оперативности. И вот эти люди, которые напали на семью Шаровых, не были схвачены, не были посажены в самые жестокие условия, которые должны быть предусмотрены для подобных разбойников. Но есть и другие, есть и другие народцы, есть люди с нерусскими фамилиями, которые высказываются очень здраво и понимают, что к чему, что происходит в Российской Федерации. Я нашел в сети высказывание Алана Мамиева. Вроде бы по имени нерусский человек, но пишет очень точно. Россия устала от Донбасса, есть такое мнение. Устала власть, устали жители страны, все хотели маленькой победоносной войны, типа истории с возвращением Крыма домой. Красиво же, селфи с зелеными человечками, няш-маш, Крым-наш, сказка. А тут получилась не сказка, кровь, слезы. И что очень важно для нашей элиты, так называемой элиты, финансовой потери. В общем, устали. Но то, что здесь происходит, это не скучный сериал, который всегда можно переключить на другой. Тут жизнь, все по-настоящему. И смерть, и слезы, и любовь. Это, дорогие россияне, бремя империи. Когда граждане устают нести это бремя, империи распадаются. В какой-то момент народ устает напрягаться, устает воевать, не желает думать о сложных вещах, а хочет, чтобы все было по-простому. Еды побольше, сериалов потупее. Ну, то есть хлеба и зрелищ. А потом империя рушится, погребая под своими останками всех любителей простых человеческих радостей. Общества ням-ням не могут быть держателями империи, творцами истории. В общем, если россияне устали, не хотят напрягаться, то отдохнуть им можно будет. Но не в Монако, а скорее всего в гробу. Либо мы солдаты империи, либо мы рабы-олигархи. Другого выбора нет, это уже я говорю от себя. Пока что мы в рабстве. И кому ошейник не жмет, конченые люди, не способные ни к чему и не имеющие права на уважение. Остальным положено собраться с силами и уничтожить олигархию, провозгласив лозунг «Россия – русскую власть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова